Всем привет! Сегодня мы будем говорить про изменения в правил дорожного движения с 1 марта 2023 года, связанные с круговыми движениями. Ролик важный, поэтому смотрим его до конца. Поехали! Вопросов по круговым движениям всегда было много, но в этом ролике я всего лишь скажу, что изменилось с 1 марта. Я не буду объяснять круговые движения в целом. Начнем с самого изменения пункта правил 13.1. При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, это очень важно, потому что если знака 4.3 нет, мы не можем применить к данному перекрестку правила круговых движений. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. То есть, исходя из этого текста, на практике круговое движение должно было всегда являться главной дорогой. Хотя это было далеко не всегда, но тем не менее. Что изменилось с 1 марта? Читаем тот же пункт с изменениями. При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. По сути, все осталось то же самое, только добавилась такая фраза по дороге, не являющейся главной. Получается, до 1 марта, если мы подъезжаем к перекрестку, где организовано круговое движение, круг являлся главной дорогой. Не было никаких заключений. Но на практике же, когда мы подъезжаем к подобным перекресткам, очень часто была ситуация, когда вместе с кругом 4.3 устанавливался знак 2.1, устанавливался знак главная дорога. И получается, что круг вроде бы главная дорога, и с другой же стороны у нас при въезде главная дорога получается один знак, он как бы приводит друг друга. Также ситуация похожая. Подъезжали к круговому движению, видим знак 4.3 и направление главной дороги, который нам говорит, что не круг нифига главная дорога, а иногда бывает полукруг главная дорога и так далее. И получается немножко несоответствие. Вроде бы круг главная дорога при въезде, да, мы должны уступать. И тут бац, видим, что у нас главная дорога. Так вот, теперь вот этой фразой, подъезжая к перекрестку, не являющейся главной, вот этого безобразия не будет. Теперь подъезжая к круговому движению, если мы видим круговое движение знак главной дороги, это является нормой. Сейчас я вам объясню, как же теперь нам ориентироваться простыми словами, вам сейчас постараюсь объяснить, да. Не обращая внимания на вот эти вот для многих сложные трактовки. Когда вы подъезжаете сейчас, вот после 1 марта, к круговому движению, ваша основная задача это смотреть знаки приоритета и светофоры. Вспомните, если движение регулируется перекресток светофором, мы руководствуемся светофорами. Если светофоров нет, смотрим знаки приоритета. Видим знак главная дорога с круговым движением, значит при въезде у вас главное. Есть знак направления главной дороги, внимательно смотрите направление главной дороги. Если получается так, что при въезде главная дорога и по кругу главная дорога, значит у вас с этим товарищем равнозначные условия. Какое вступает в силу правила? Правильно, помеха справа. То же самое, когда у вас второстепенный. Какой-то съезд второстепенный и часть круга второстепенная. Да, такое бывает. То же самое, как руководствоваться. Помеха справа. А если же получается так, что при въезде на круговое движение у вас нет ни светофоров, ни знаков приоритета, а просто знак круга, значит он как бы по умолчанию является главной дорогой. Но и в заключении, для тех, кто так и не понял, в чем все-таки было само изменение, я повторяю, что до 1 марта 2023 года ситуация, в которой вы видите знак круговое движение 4.3, да, вместе с главной дорогой, это было противоречие друг другу. Такого быть не могло. Хотя встречалось на практике. Из-за этого все и поменяли. А теперь это да, вполне законно. Подъезжая к круговому движению, возможно ситуация уже официально, когда есть круговое движение со знаком главной дороги. И еще раз по приоритету. Круговое движение это перекресток. Если он регулируется светофором, руководствуемся светофором. Нет светофора, смотрим знаки приоритета. Главное при въезде, значит при въезде вы имеете преимущество. А дальше смотрите, есть ли наличие направления главной дороги. Бывает полукруг главный, бывает круг главный и так далее, и так далее. Если нет ни светофоров, ни знаков приоритета, тогда круг по умолчанию является главной дорогой. И подъезжая к нему, въезжая на него, естественно вы уступаете дорогу. Еще очень важный момент, друзья, по поводу светофоров. иногда перед круговым движением устанавливается светофор на регулируемый пешеходный переход и он не доходит до кругового движения очень часто поэтому здесь внимательно если светофор достаточно далеко расположен от въезда на круговое движение то есть сначала регулируемый пешеходный переход только метров через 10-15 у вас уже установлен знак круговое движение как правило этот светофор он не распространяется на круговое движение это просто регулируемый пешеходный переход здесь тоже как лайфхак вам подъезжайте на круговое движение видите горит зеленый и вас возникает вопрос а он регулирует круговое движение или это на регулируемый пешеходный переход вы посмотрите кто едет по кругу у них есть светофор если у них светофора нет значит вы тоже не руководствуетесь данным светофором понимаете как правило когда въезжай на круговое движение мы должны руководствовать светофором его ставят прям вот непосредственно вплотную либо на самом кругу и бывает и дублер и сверху а когда этот светофор стоит за 10-15 метров, а то и 20-30 до кругового движения, он никакого отношения к круговому движению не имеет. Это просто регулированный пешеходный переход. В любом случае, глаз и глаз, смотрите знаки приоритета при въезде. Это основное. Если остались какие-то вопросы по изменениям, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на канал. Будем говорить еще много про изменения и другие тематики. Поддерживайте лайками ролики. Это очень важно. И колокольчик нажимайте, чтобы вам приходило смс к уведомлению, когда будет какой-то новый материал. А мне остается пожелать вам всем удачной дороги. Всем пока-пока.